Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Давайте поговорим сегодня о одной весьма злободневной теме, это появление мха на поверхности почвы. Очень многие люди спрашивают, опасно это, не опасно, почему это происходит и какие меры надо предпринять. Появление мха на голой почве следует отличать от появления мха в газоне. В газонах также мхи часто встречаются, это может быть связано с затенением газона, с избыточным увлажнением газона, с низким азотным питанием газона и некоторыми другими факторами, некоторой излишней кислотностью почв. И избавиться от мха в газоне очень и очень просто, достаточно наладить азотное питание, вносить азотные удобрения, желательно, конечно, органические, но можно и минеральные разбрасывать, аммиачная селитра и многие другие, вполне помогут повысить конкурентоспособность злаковых растений, что постепенно приведет к естественному выпадению мхов из газона. И вам уже не придется брать грабли и мучительно вычесывать, вычесывать, вычесывать ваш газон. Для того, чтобы на газоне избавиться от мха быстро, вы можете сделать 3% раствор железного купороса и обработать газон. Такой раствор железного купороса не нанесет никакого урона для злаковых трав, которые находятся в газоне. А вот мхи достаточно быстро почернеют, и вы их потом можете вычесать грабельками или оставить как есть, если это не нарушает ваше эстетическое восприятие газона. Совсем другая история происходит тогда, когда мхи появляются, вот как у меня здесь, на голой почве. Что же произошло? Стоит ли с этим бороться и несет ли сам мох какой-то вред? Ну, сразу скажу, что ни в газоне, ни где-либо еще сам мох вреда не наносит. Но он является индикатором того, что на почве произошел какой-то определенный дисбаланс. Как правило, мхи развиваются на почве и очень быстро. Он, конечно, очень красивый, он прямо как велюр такой, вот его бы гладил и гладил. Очень приятный мох. Но для меня вот здесь, на этой голой почве, это сигнал о том, что эта почва закислена и что здесь не хватает кальция. Это сигнал о том, что мне обязательно здесь надо провести мероприятие по внесению доломитовой муки. Ну, надо отличать вот такое внезапное появление мха, особенно в осенний период, от появления мха в том случае, когда вы вносили такие препараты, как Рундаб, Торнадо, Пилараунд и другие гербицидные препараты на основе глифосатов. Дело в том, что глифосаты очень сильно закисляют почву и вызывают как раз рост вот такого вот мха. И многие ландшафтники специально используют глифосаты, наносят их на дорожки, чтобы дорожки закрывались вот этим очень красивым прям велюровым мхом. Потому что это действительно может быть очень красиво. Но с учетом последних данных о высокой токсичности глифосатов, я вот для такого декоративного эффекта не рекомендую все-таки использовать эти препараты. Ну а у меня здесь, в общем-то, просто участок вновь возделываемый буквально на целине. Только с весны я его начал обрабатывать, и вот эта голая земля покрылась этим мхом. И это сигнал о том, что мне надо внести доломитовую муку. Доломитовая мука преимущественно вносится с осени. Вносить ее надо вот на таких вот очень кислых почвах хотя бы раз в два года, но она уже регулярно вносимых при регулярном внесении доломитовой муки, там извести, мела, других удобрений, золы. Это нужно делать хотя бы раз в пять лет. Под легкую перекопку, чем я и займусь в обязательном порядке, потому что это замечательный сигнал-индикатор слишком кислой почвы. И состояние моих растений после внесения доломитовой муки, безусловно, должно улучшиться. Но непосредственно с этим мхом, как-то его вычесывать, выкапывать, перекапывать, бороться с ним не нужно. Просто помните, что ваша почва при появлении этого мха требует ухода, вот такого ухода, дополнительного ухода в виде известкования. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok